Друзья, Stealth 500 GT Kazuma Перебираю задний тормозной суппорт Это, конечно, что-то с чем-то Уже его демонтировал Оставлю ссылку в описании к этому ролику Как это делается На самом деле ничего сложного Там пару болтов Но смысл ролика именно в переборке Потому что конструкционно выглядит он отвратительно Сейчас все покажу Вот гидраврика Так, бачок, в который наливается тормозная жидкость У левого заднего колеса Примерно вот на таком уровне Вот здесь И, соответственно, подняв на рычаг гидраврику Ничего не капает, не течет Спокойненько все здесь лежит Так, вот это ручной тормоз Я уже смазал сам тросик внутри кожуха Ходит вроде нормально Пойдемте покажу вам, что из себя суппорт представляет И как его разобрать Так, вот суппорт Вот так к нему крепится механизм Ручного тормоза Ну, два болтика под шестиграник Вот они Отворачиваете И, соответственно, все это вылезает Внутри Скоба Ручного тормоза Вот она Крепится вот на такой червячной передаче Соответственно Вот так он туда вкручивается Все это было закипевшее Сейчас все это будем чистить Смазывать Еле-еле вынул поршень Ну, как догадались конструкторы Поршень внутрь сажать И здесь, чтобы не было пыльника Ну, посмотрите, какой он грязный Ржавый Вот так поршенечек внутри сидит Я его только с помощью Тисков Тисок Ну, как угодно называйте Смог вынуть Манжета стоит вот здесь Ох, перчатки порвались И Две манжеты стоят вот здесь Ну, соответственно Тисками аккуратненько Он не крутится Ничего, просто Просто вынимается Я его пробовал там крутить Есть такие суппорты Где поршенечки входят Как бы Как бы по резьбе Но этот Нет Просто выходит Сейчас его надо почистить В антиржавчине подержать Ну, вот Блин, кто это придумал, а? Ужас просто Поршенечек Просто ужас Вот Но я думаю, что все будет работать Здесь все достаточно просто Вот Сейчас мы его почистим И запихнем обратно Вот так Итак, друзья Смотрите, как это работает Мы утопили Поршень в суппорт Сейчас устанавливаем Механизм ручного тормоза И если его вот так установить И завернуть Вот этот червяк До конца То он Не касается Поршенька И, соответственно Если у вас уже Подстираются колодочки То подтягивания Тросика Ручного тормоза Недостаточно Нужно еще Утапливать Вот этот болт Для того, чтобы он Посмотрите Сейчас мы его Закрутим Вот, видите Для того, чтобы он Начинал давить На поршень Когда вы Трогаете Ручник Или пытаетесь Затормозить Вручную Видите Червячок В случае Если болтик Все-таки Завернуть Побольше Давайте Сейчас я это сделаю Мы отвернем Эту гаечку И завернем Болт Побольше Вот он Показался И теперь Когда У нас Полностью Будет Утоплен Червяк Видите Вот Что нужно Сделать Именно Регулировка Вот этого Болта Заворачиванием Позволяет Нажимать Самим Болтом На шток В момент Когда Ручной тормоз У вас Собран То есть Находится Вкупе С суппортом Поэтому Не только Подтягивание Тросика Но и Небольшое Заворачивание Вот этого Болта Поможет вам Отрегулировать Ручник Чтобы он Действительно Держал И сам Болт В момент Когда вы Нажимаете На ручник Нажимал На поршень И тогда Колодки Сжимаются Вот такая Вот такая Нехитрая Система Сейчас мы Все это Соберем И выставим Отрегулируем Думаю Что все будет Хорошо Итак Друзья Суппорт Привернули Гидраврики Пока не устанавливаю Ручной тормоз Чтобы потом Его отрегулировать Так Как ставится И снимаю За колодки Вот скоба Внешняя колодка Ставится Вот так Внутренне У меня в руках Поставим ее Чуть попозже Снимается И ставится Элементарно Просто на излом Скоба Вот таким образом Подводится К своим направляющим И Вставляется В них Все Так же Соответственно И вынимается Сначала Вынимается Внутренняя колодка И потом Вот так На излом Аккуратненько Вынимаете Ничего Откручивать Здесь не надо Так Направляющие Мы смазали Так Давайте еще раз Поставим ее Так Надо приловчиться Ну вот Показал Так Давайте Еще раз Вот она Все Все Вставлено Так И внутренняя колодка Соответственно Вот таким образом Туда Так Стоп Вот так Вот так Запихивается Все И И соответственно Дальше Вы ставите Все это На Тормозной Диск Уже И Сейчас Будем Приворачивать Посмотрите Друзья Сам момент Регулировки Тросик Практически Полностью У меня Отпущен Ну как бы В расслабленном Состоянии Да То есть Я его Не натягивал И я занимаюсь Регулировкой Ручника Именно Вот этим Болтиком Я его В настоящий Момент Очень сильно Завернул Посмотрите Так что Я не могу Даже Прожать Наполовину Левую Ручку Тормоза И соответственно Не могу Поставить Фиксатор На ручник Сейчас нужно Болтик Чуть-чуть Отвернуть И соответственно У меня Появится Здесь Какой-то Свободный Ход Так Отворачиваем Вот этот Болтик На Пару Оборотов Тросик Вот здесь Регулировку Вообще Не трогаем Так Друзья Смотрите Буквально Два Оборота Сделали Буквально Два Оборота Все Я уже Могу Так Ну-ка Все Я могу Зафиксировать Все Четненько И здесь Видите Тросик У меня Практически Полностью Убран То есть Я даже Не Начинал Регулировать Тросиком И здесь Так Идем Смотрим Так Здесь Все нормально Давайте Попробуем Провернуть Воротком Ручной Тормоз Наш Вот я Прям Давлю 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 Нет Все нормально Но давайте Попробуем Еще Отпустим Вдруг Мы Что-нибудь Пережали Так Отпускаем Ручник Все Смотрим На колеса Будут Ляди Крутиться А то Сейчас Действительно Что-нибудь Не Все нормально Закрутились Да Друзья Все верно Я подсказал Все верно Во всем Разобрался Мы Даже Не Начиная Регулировать Тросиком Все Отрегулировали Вот этим Болтиком Соответственно Чувствуете Что ручник Уже Слабый Его Нужно Просто Подвернуть Ослабить Вот эту Гайку Которая Крепит Саму Эту Скобу Которой Крепится Бабышка Тросика Да И Завернуть Сначала На один Оборот Попробовать Потом Соответственно Мало Будет Там На полтора Оборота Вот И Тросик Уже Регулировать Только Если Действительно Он там Растянется Или что-то С ним Произойдет Все Друзья Вот таким Образом Регулируется Ручник Таким Образом Меняются Колодки Таким Образом Обслуживается Суппорт Его Поршень Ну В общем Приводится Все В порядок Ну Конечно Система Я еще раз В рамках Этого Ролика Выругаюсь Без Пыльника Поршень Абсолютно Ржавый Работает В цилиндре Ну Это Какой-то Кошмар Просто Вот Ну Благо Что Ничего Не потекло У нас Все нормально Тормоза Прокачали Буквально Несколько Оборотиков Нужно Ой Оборотиков Несколько Нажатий На педаль Нужно было Два раза Прокачали Все Никакого Воздуха Нет Здесь Все Хорошо Так Ну что Друзья Все Ручник Работает Тормоза Работают Давайте Еще раз Даже Посмотрим Все Довольно Упруго Все Здорово Так И По поводу По поводу Тормозного Цилиндра Как это Сказать Это Это Емкость В которой Наливается Тормозная Жидкость Главного Тормозного Здесь нет Но Она Вроде Полная Все Спасибо Друзья За внимание Надеюсь Ролик Был информативен Может быть Где-то Чуть-чуть Коряво Снят Но Суть Я передал Спасибо За внимание Пока Субтитры Семен